Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. Студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Историческая улица в новом формате. Вора задержали. Похититель Самшитов пытался продать украденное. Улица Крымская – центр нашего уютного города. Она и главная транспортная магистраль, и прогулочный центр. Яркое зеленое зонное и историческое место. Все, что происходит на этой улице, становится заметной новостью не только в городе. Об этом пишут и центральные газеты. Сейчас в самом центре улицы Крымской меняют бордюры. В проезжающих маршрутках только разговоры о том, что происходит. Скажем сразу – это начало больших перемен центральной городской улицы и самая замечательная новость дня. На всю длину улицы Крымской мы планируем сделать газон. То есть все эти несанкционированные заезды, которые были до этого на улице, мы их все перекрываем, немного расширим вот в эту сторону. И сделаем здесь газон, посадим цветы. И въездная группа у нас, когда въезжать будем в город, улица будет совсем смотреться по-другому. Да, зеленая зона перекроет возможность парковать автомобили. Сделает пешеходную зону уютнее и свежее. Но координатор ТОС на этом микрорайоне Людмила Шмакова смотрит на судьбу своей улицы с более глубоким подходом. Менять судьбу улицы, так менять уже ее по-настоящему. Как здорово, что меняют бордюр. Он давно уже пришел в негодность. Ну а если вы поменяете бордюр, а плитка, что останется на этом же месте, плитку срочно нужно заменить. Она же ни на что уже не похожа. К счастью, глава города уже дал такое указание службе ЖКХ, потому что, по его твердому убеждению, центр должен выглядеть и эстетично, и современно. На смену старой неприглядной тротуарной плитки придет долговечная и красивая. И чтобы сразу ответить на все вопросы анапчан, задаем их специалисту ЖКХ. Демонтированная плитка, как и ранее, будет передаваться в сельские округа по актам приема-передачи. Никуда, ни в другое место она никак не попадет. Центр города-курорта должен стать таким же узнаваемо-индивидуальным, как и улица Терская. На бульваре сейчас заканчивается укладка асфальта. Самовольная установка парковочных ограничителей на улицах и дворах курорта стала иметь массовый характер. На прошлой неделе муниципальную землю от блокираторов освобождали на улице Гребенской. А вчера сотрудники муниципального контроля совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства срезали еще несколько ограничителей в районе дома номер 79 на улице Терской. Для законной установки ограничителей необходимо обратиться в Управление архитектуры и градостроительства. Затем пакет документов рассмотрят на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Только после получения официального разрешения можно установить блокираторы. В едином стиле отмечено в проекте благоустройство. Работа по демонтажу ограничителей будет продолжена. Жителям Анапы и сельских округов необходимо самим убрать незаконные блокираторы. Подозреваемый в разграблении сквера у пятой школы задержан. Рожиться на продаже варварски выкопанных в сквере у пятой школы кустов Самшита ночному вору не удалось. Сотрудники Управления по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города-курорта, выполняя поручения глава Анапы Сергея Сергеева, заручились помощью общественников и оказали полиции содействие в поиске подозреваемого. Несколько дней подряд они неотступно дежурили на рынках города, где торгуют зелеными насаждениями. Место отдыха изуродовали на прошлой неделе. И дело даже не в том, что старания городских служб пошли на смарку. Жители этого района, школьники и их родители лишились уютного зеленого островка по вине мелкого жулика. Поймали грабителя на сбыте ворованного можжевельника. Торговую точку он организовал на одном из рынков города, где и попался на глаза сотрудником управления по взаимодействию с правоохранительными органами. Несколько дней наблюдений у пятой школы и рейдовые мероприятия на рынках города и подозреваемого передали в руки полиции. Сейчас он находится в отделе МВД по городу-курорту. Дает признательные показания. Пожилые люди нуждаются в нашем особом внимании и теплоте. День пожилого человека – хороший повод, чтобы честовать достойных жителей станицы. Гостогаевцы – люди сердечные, открытые, не жалели слов благодарности. От имени главы курорта Сергея Сергеева поздравила и вручила подарки ветеранам и пенсионерам заместитель главы Людмила Мурашова. Получать подарки всегда приятно, но внимание и забота радуют вдвойне. Спасибо большое за то, что вы есть. Спасибо вам за ту мудрость, которую вы дарите молодому поколению. Спасибо за тот опыт, который вы нам передаете. Председатель Совета ветеранов Михаил Бойко предложил почаще встречаться не только в праздничные дни. Как красота на вас посмотреть. Правда, вы не выглядите старыми. У нас есть клуб пожилых людей. Значит, у нас 2000 пенсионеров. И туда приходит мало. Каждый последний четверг, в 10 часов, так мы собираемся. Приходит там у нас баян, пограя. Пожалуйста, приходите. А глава станицы, подхватив традицию глав всех поколений станицы, читал со сцены стихи. Хозяева самых ухоженных домовладений получили подарки в конкурсе на звание «Лучший дворик». Чествовали самых активных квартальных и семьи-долгожители. В больнице поселка Виноградное сегодня с нетерпением ждали гостей. Поздравить с Днем пожилого человека пациентов приехали сотрудники Анапского центра социального обслуживания населения. Концерт в больнице, сердечные слова приветствия и подарки – хорошая традиция. Отделение сестринского ухода у нас существует в больнице села Юровки, станица Гостогаевская. И вот по нашей давней традиции мы приезжаем в больницу поселка Виноградного. Поздравляем с этим Днем всех тех пожилых граждан, которых по большому счету, кроме нас, поздравить-то и некому. И позаботиться некому, и сказать доброе слово. В больнице почувствовать себя одиноким легко. В празднике это ощущается особенно остро. Поэтому маленький теплый праздник в больничной палате для пожилых людей и дань уважения как к возрасту, и маленькая радость для души. Говорю я бабушке, вспомни это место. Я туда поеду, поплыву, пойду, годы молодцы, я твои найду. Продуктовые наборы от гимназии Росток тоже добрая традиция. Так детвору учат ценить старость с уважением и заботой относиться к пожилым людям. В канун любимого и светлого праздника Дня Учителя педагогов учреждения культуры поздравили в рамках работы ежегодного педагогического совета, который прошел в Анапе. Труд педагога – это ежедневная работа души. Хочется как можно больше передать ученикам собственных знаний и навыков. Педагоги сферы культуры – люди особые. Они воспитывают мировоззрение и нравственность. Лучших педагогов отрасли благодарностями отметила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. Неслучайно награждение проходило в Анапе. Город-курорт Анапа, он не только солнечный по природным условиям, он солнечный по отношению к людям, по отношению к культуре. Здесь настолько развита отрасль культуры. Лучшие коллективы детские в городе-курорте Анапа. Лучшие взрослые коллективы в городе-курорте Анапа. Да и просто люди светлые и добрые в городе-курорте Анапа. Рассмотреть в ребенке таланты, развить его, воспитать чувства прекрасного, поддержать, когда не все удается – это их ежедневная работа. Когда отмечают тебя за творчество, для творческого человека это очень много значит. Понимаете, это вырастают вторые крылья, это вырастает желание еще больше и больше творить. Но не за награды работают эти самоотверженные люди. Их главный подарок – достижения ребят, имена которых звучат по всему миру. Имена их воспитанников – музыкантов, танцоров, актеров, которыми в дальнейшем восхищается весь мир. Всего несколько дней осталось до старта чемпионата по плаванию Южного федерального округа. Цена золота всегда высока. Труд, упорство и постоянные тренировки. Какой пробой с чемпионата привезут медали анапские пловцы – пока неизвестно. Но одно можно сказать точно – на последних тренировках спортсмены выкладываются по полной. В этом году впервые за много лет команда Анапы по плаванию заняла третье место в краевом чемпионате. Результат ушли поэтапно. За четыре года с седьмого места поднялись до третьего. И останавливаться на этом не собираются. Определенный талант, упорство видно сразу. Ну и, конечно, правильно мотивация. То есть, любому, неважно, 6 лет ребенок ставится мотивацией. Чего ты хочешь, кем ты хочешь стать, чего ты хочешь добиться. Ну и когда в глазах появляется определенный огонь, появляется цель, задача, тогда и, соответственно, получается направленная работа. Случайных людей в команде нет. Юлия Кизлер мечтает стать как минимум чемпионкой Европы. Кто бы мог подумать, что в детстве она боялась воды. В возрасте четырех лет тренер Валентин Семеновна встретила меня на пляже. Я очень боялась воды. И она взяла меня в обучающую группу для малышей. С тех пор плавание – это моя жизнь. Как воспитать звезду, нужно спросить у родителей Екатерины Корниенко. В прошлом году она в свои 14 лет закончила школу экстерном и поступила в Кубанский государственный университет. Закончила художественную школу. Всех ее талантов не перечесть, но главное – упорство в достижении цели. Когда я еще вообще не думала, что я могу что-то занимать в крае, думала, что я в Анапе только чуть-чуть, где-то могу зацепиться в призовые места. Потом выезжаю на краевые соревнования, а там год был на два года старше меня. И я занимаю, по-моему, третье место на стоповольном стиле. Я тогда была тогда так счастлива. Тренер возлагает на Катю большие надежды. В отделе она не то что рыба, подводная торпеда – самая быстрая. Это чувство, которое невозможно писать. Это, как сказать, другая вселенная. Ты не можешь там дышать, ты там, не знаю, мыслишь по-другому. Вот ты стоишь на старте, нырнул в воду, и сейчас сознание, что вот все, ты нырнул, и это уже, как сказать, происходит. Тебе нужно доработать эту дистанцию. Александр Сидоров стремится улучшить свой результат и стать мастером спорта. А Владислав Ткаченко свое будущее видит в экономической сфере. В этом году команда «Анапчан» пополнилась сильным спортсменом. Евгений Исаков входит в десятку лучших пловцов страны. И теперь живет на курорте и выступает за наш город. Удачу не верит. Максимум на дистанциях, такие как 50 метров, да, там может быть иначе. А дальше уже просто кто больше натренировался, тот быстрее поплывет. Зато верит в физические нагрузки, опыт тренера и собственные силы. Пожелаем нашей команде удачи на чемпионате и будем ждать с очередными победами. Завершит выпуск прогноз погоды. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы «Новости» – магазин «Доступные и качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа», в которой можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова